а насчет безопасности о это отдельная тема поговорим да это отдельная тема насчет безопасности значит могу привести несколько примеров по поводу безопасности вообще если честно тогда я не знаю сейчас я уже вот 2008 с конца 2008 года я не живу там но я не думаю что там улучшилось в плане безопасности но на тот момент на тот момент это было ну скажем так достаточно опасно значит вот париж париж сам он разделен на 20 этих по-французски а он не смогу как и район район они по номерам то есть вот у нас обычно там какой-то там ленинский район там был по названию каким-то там их просто по номерам 1 2 3 когда вот и их 20 в париже и 20 я помню очень хорошо один раз я ехал в метро там есть в пари и газеты ну как сказать информационные риски которые бесплатно ну то есть там какая-то вот информация такая вот текущая информация вот которую можно взять бесплатно ну какие-то такие вот самые такие какие-то новости там какая-то реклама каких-то событий вот я очень хорошо помню я один раз ехал там на работу и ехал ну и взял такой информационный листок и вот у меня прям в голове я помню хорошо из план парижа план парижа и там было обозначено те районы вот еще то не районы и уровень безопасности которые районы как какие менее опасные и районы какие более опасны и там прям вот ну как есть красный там я не знаю какой-то там еще ну и там зеленый которые практически безопасны вот и если те вот кто едет например в париж я просто могу сказать это вот весь север парижа северная часть то есть это 17 18 19 20 районы это районы которые наиболее опасны чем они опасны я могу рассказать несколько примеров реальных примеров из реальной жизни с реальными людьми которые я сам реально знал реально встречал у меня был знакомый из украины который жил работал там вот но он не в париже жил у него был он работал в одной компании французской он жил в нормандии есть там небольшом поселении там поселок был вот но он периодически и время от времени он приезжал в поречь но там по каким-то делам вот он мне рассказывал пример от реальный пример по моему я не помню сейчас точно в 17 районе по-моему в общем в одном из этих районов потому что он как раз получается вот когда едешь с нормандии это как раз попадаешь в один из этих районов ему надо было снять день из банкомата то есть это вот днем если это не ночью это днем на достаточно оживленном месте весь он подошел стоял банкомат он подошел к этому банкомату хотел снять деньги минут сзади подошел один товарищ африканец я не помню по моему с ножом сказал деньги снимаешь мне отдаешь идешь спокойно дальше он снял какую-то сумму там несколько сот евро естественно ну чё он отдал ему и все пошел дальше это реальница это реальная история это реальность это произошло последний дня на достаточно оживленном месте вот еще один случай еще один случай с одним русским тот тоже не помните меня попросили просто я ездил с одним русским он приехал как турист как турист и вот получилось так что у него был вот на 6 такой сумочка такая ну банан у нас называют да 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 то есть вот у него было там в этой сумочке по моему дверь две с половиной тысячи долларов вот и он ехал в метро он ехал в метро и у него прям в метро эту сумочку подрезали вот и я просто это знаю меня потом попросили ему помочь я с ним ездил в полицию ну то есть он по французски я переводил перестал опять все эти детали все эти детали этой истории я глава вот еще него это а вот еще один пример могу привести это уже со мной значит идем мы по улице нашими русскими ребятами которые приехали из россии тогда на тот момент и надо было им там какую-то организацию ну то есть я иногда помогал мне просили там помогать ну переводить какие-то организации поэтому все организации вот эти вот все французские я их знаю хорошо там работают вот и значит идем мы по улице вот так вот трое я иду и вот они прям ну так вот рядом значит и буквально в нескольких метрах от нас это буквально не на метро 3 3 4 метра от нас значит ну я иду вот так вот у меня голова повернутая то есть я разговариваю с ними как-то вот боковым зрением так виду вижу что-то происходит поворачиваюсь я сначала не понял что произошло то есть в общем шла девушка францужинку навстречу ей шоу африканин вот и он просто без всякой причины он взял ее вот так вот ударил в лоб это посреди дня ну там не нельзя сказать что такая уж улица как бы было это сильно интенсивная то есть людей не очень много чем не менее это не в америке такая игра была среди подростков какое-то время то ли это был 14 13 может быть девятый год я честно не помню там кто живет в америке или жил в америке в то время тот это эту историю вспомнит и не надо говорить что я обманываю это правда случалось и очень много но это освещали по новостям короче игра в чем заключил заключалась ударить прохожего человека все вот идет группа людей просто гуляет и все один человек идет женщина мужчина неважно и просто берут снимает это все конечно просто берут туда убьют человек и потом убегают разбегаются такая я реально для них то игра была эта игра то есть в стране где все нормально где все великолепно без всяких проблем как говорят на западе у нас про запад некоторые люди таких игр в принципе не должно но они были они существуют существовали причем меня потом ну то есть меня у как свидетели потом вызывали ну полиция приехал то есть там получилось так как раз я не знаю полиция мимо проезжал полицейской она вот это вот все оказывает оказалось что вот этот товарищ который ударил дюймов ударил ее просто без всякой причины я не думаю что там игра была ли чем просто без всякой причины причем ударил ну достаточно неплохо потому что у нее прямо так вот и вот так вот вот здесь вот рассказал на крови вот оказывает товарищ он вышел из метро это буквально несколько сот метров до вода и он там ударил женщина и creature выходят из метро ударил женщин тесте и таких случаев прим мало таких случаях снимала ну по хиюе можно переснять и я просто Не хочу занимать время, но их очень много. Достаточно много таких случаев. Ну, а насчет, перейдем на совсем другую тему, а насчет СМИ. Насколько, какую, в кавычках, правду тогда на то время, европейские СМИ, или может быть даже сейчас, если ты до сих пор читаешь французские СМИ, в кавычках, правду несут или пишут про Россию? Если честно, вот если честно, я когда приехал, сейчас я достаточно много интересуюсь политикой. Это скорее всего влияние, но все-таки я прожил немало времени в таком большом городе, и там уже начинаешь интересоваться автоматически, скажем так, политикой, поэтому я сейчас достаточно много интересуюсь политикой. Вот, и стараюсь смотреть, просматривать, читать новости, французские новости, то есть в Ютьюбе, газеты иногда читаю какие-то, да, ну, в интернете. Английские новости, американские новости. И я смотрел, кстати, вот у тебя на канале было интервью с Водеждой, с Малой Столяеви, вот у нее очень хорошая рубрика идет, она освещает, мне нравится. Вот, и, если честно, вот я, ну, так вот чисто субъективно сравнивать, я не заметил каких-то вот кардинальных изменений в плане правды. То есть они, вот объясню, объясню, как они освещают события. Вот, приведу, вот, ну, небольшую аналогию. Вот представь себе, проходит какая-то вечеринка, да, там, например, день рождения, да, то есть пригласили в день рождения, и на день рождения, там, ну, 20-30 человек, предположим, да, вот, и все люди там веселятся, там, у них праздник, там, поздравляют, все. И несколько человек, несколько человек, там, 2-3 человека, вот они что-то не поделили между собой, вот они где-то сидят в каком-то углу, и они между собой ругаются и чуть ли не дерутся. И вот представь себе теперь, кто-то берет на телефон, снимает, то есть там, ну, он, например, снимает там вот веселящихся людей, да, ну, там, буквально, там, 2-3 секунды, и потом переносит весь свой этот фокус, вот, на именно, на этих ругающихся людей, которые, ну, там, страсти, скажем так, накаляются. И потом это выкладывает и объясняет, что вот теперь смотрите, какая вечеринка прошла, там, у такого-то, у такого-то, у Иванова, Иван Ивановича. То есть, какое впечатление будет у людей, которые смотрят это? То есть, что на вечеринке там все переругались, передрались, и вообще лучше к Ивану Ивановичу не ходить. Впечатление будет такое. То есть, смотри, что получается. То есть, то, что кто-то ругался, это же правда. Ну, это же правда, это же был факт, правильно? То есть, вот, там, 2-3 человека, они что-то между собой не поделили. Это правда. Но остальные, там, я не знаю, 25-30 человек, они сидели, веселились, и вообще не было никакого дела. Ну, они вообще даже не видели, там, что там кто-то в углу, там где-то, я не знаю, в какой-то отдельной комнате, кто-то что-то не поделили. Понимаешь? Вот. Но, как это преподносится? Это преподносится, что вот эти вот, там, несколько человек, вот, они ругаются, и вот такая вечеринка была. Понимаешь? То есть, вот, примерно таким же образом, примерно таким же образом, вот, вот эти вот, в частности, я могу, ну, с большей долей вероятности, уверенности говорить о французских, да, СМИ, потому что я больше с ними знаком. Вот. Как они, как они освещают новость? Понимаешь? То есть, вот, например, вот у меня, я просто вот, когда, ну, скажем так, готовился, да, ну, как-то какие-то вещи обдумывал для себя. Ну, то есть, что я хотел бы сказать. Вот, у меня вспомнился случай, это известный всем случай, вот он у меня просто в голове, вот, ну, вот засел, и вот, наверное, это один был из каких-то, вот, я не знаю, каких-то вот поворотных моментов, да, вот, когда я начал, вот, по-другому, скажем так, смотреть на то, как освещают. Это событие, я вот сейчас не помню, какой год это был, 2005 или какой, помнишь, когда был захват заложников в России в кинотеатре? Да, да, это был, это, кажется, был, нет, это второй, кажется, 2002-2001 год, потому что четвертый, четвертый это Беслан. Да, 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 ну, вот, ну, я сейчас просто даты не помню, да, это, например, это вот, да, 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 да. Я помню очень хорошо, как освещалось, как освещалось это во французских СМИ, вот, у меня просто вот это вот в голове, вот, я говорю, это какой-то, я не знаю, поворотный момент, то есть, как они освещали, то есть, надо понимать, надо понимать, что это был захват террористами людей, то есть, это ни один-два человека, там по-моему несколько сотен человек было да насколько я помню вот и как они преподносили то есть они не говорили а все вот то есть они не говорили а все как бы серьезности а все не знаю трагичность и драматичности этой ситуации о тех последствиях которые могут быть то есть они так говорили ну вот надо с ними надо с ними переговоры ну понятно дело там кто-то переговор уже с ним вот и я помню хорошо пришел вот как обычно кобзон кажется с ними переговоры вел серьезно кажется кобзон тогда я помню документалка увидел но не только он понятно но каждый насчет этого не пока не показывали то есть там это преподносилось что таким образом что вот российские вот эти вот силовые структуры они неправильно они неадекватно ситуации ведут себя то есть я я помню хорошо вот обычно знаешь бывает там вот то есть там какой-то репортер он с места и вот у него спрашивают а вот что там сейчас происходит я вот помню хорошо фраза была такая спрашиваю там у французского репортера а что сейчас в москве происходит он говорит ну в москве сейчас идет охота на ведь то есть там сейчас задерживают там всех кавказцев и там то есть так это преподносится что там вот сейчас начинает там всех там чуть ли не кавказцев там гнобить и всех арестовывать и всех там куда-то в тюрьмы там я не знаю куда то есть преподносится это вот таким образом интересно у меня возникает вопрос а что российские власти должны были смотреть естественно они должны как-то это предотвратить естественно то есть структуру они как-то должны это но это еще раз говорю они преподносят это таким образом что ну вот не так они должны вести вот они должны там я не знаю то есть когда так преподносится что то они должны пойти там с ними и поговорить и сказать что не надо так это плохо вот примерно вот Вот в таком. То есть вот как бы сам посыл, сам посыл, вот он вот такой вот создается, что вот неправильно, они там прям все такие жесткие, такие суровые, жестокие там власти, вот российские там спецслужбы, они там всех там не послали. Ну вот такое вот. Причем еще говорили, что неправильно провели операцию, хотя спасли большинство людей, что все было сделано через это. Да, да. То, что спасли, то есть то, что большое количество людей спасли, это мелочи. Понимаешь? Вот. То есть там, вот еще раз говорю, то есть там фокусируется там вот кто-то, вот они же, вот зачем они вот это сделали, надо было не так сделать, а надо было вот так сделать. Ну вот, то есть вот в таком свете это все вот преподносит. Хотя сами, ну по крайней мере это, я не знаю, если это французы пропагандируют, но американцы как раз говорят, что они всегда, мы с террористами не переговариваем, никаких переговоров с террористами. По какой причине? Потому что если будешь с ними разговаривать, то еще новые появятся. Они скажут, ага, с этого еще можно как-то заработать, можно чего-то добиться. Нет, это сразу нужно моментально, просто, не, такие слова в Ютубе говорить нельзя. Не буду. Ну вы понимаете о чем, ты понимаешь о чем я говорю, но операция была сложная. Операцию сделали, большинство людей спасли и то. Была проблема, кажется, может быть кто-то меня подкорректирует, была проблема, не могли предоставить лекарства вовремя всем. Вот почему вроде бы как из тех жертв невинных, почему они не выжили, именно из-за этого аспекта, а сама операция по спасению заложников и обезвреживание вот этих вот террористов и террористов, которые там, потому что там женщины тоже были вроде бы с этими жилетами. Сама операция прошла безумно, великолепно. И, по крайней мере, то, что пишут в некоторых книжках, разные структуры в Америке и в других странах наоборот, потом обратились к нашим структурам, чтобы узнать вообще, как они это сделали так. Почему так получилось? В хорошем смысле. Но трагедия то, что некоторым людям, к сожалению, вот система здравоохранения не могла или власти не могли предоставить нужные вроде бы лекарства или как там. Если что, подписчики можете там писать, описывать, подкорректируйте там, может быть, вы лучше знаете эту историю. Другой случай. Другой случай. Это вот я просто привожу пример, ну, несколько случаев, которые вот, ну, такие как бы яркие случаи. Я, кстати, буквально вчера смотрел один из последних твоих интервью, там, мужчина за рулем, который ехал. А, разговор это, ну да. Вот я буквально вот вчера я написал комментарий, там большой комментарий, если честно, там полстраницы я написал комментарий, я не знаю, читал или не читал. Вот, я в комментарии в этом написал, но сейчас буквально несколько слов скажу. Тоже случай это с одним из украинских президентов Ющенко, когда его травили. Как это освещалось, как это освещалось вот в западном СМИ, потому что я был там. Вот. Еще это тоже же, это тоже начало нулевых. Вот. Там везде были вот эти вот плакаты. Там чуть ли не на каждом углу. Там вот с этим вот, с этим Ющенко. И там они уже и нашли всех виновников. То есть там какой-то там агент КГБ, там, его отравил, там, или еще что-то. То есть еще не было проведено никакого расследования, ничего. Но уже виновники, уже все были, уже все были ясно, что вот он там с кем встретился, и все. И вот такие последствия, все, вот так вот это было преподнесено, вот таким вот образом. Вот. И у французов, у французов они, о, ничего себе, это что такое? То есть как бы вот это, вот именно так вот это, вот именно вот так вот это все преподносило. Понимаешь? но и ты сих пор преподносится мы можем хорошо мы поговорили про норд-ост можно то же самое сказать про трагедию в бесслане вот там некоторые говорили что вообще это специально было сделано глупости невероятные писали некоторые вещи мы можем говорить про грузинский конфликт вот еще говорят что типа вот страна 404 соседи наши да они бы такая маленькая страна самая большая в европе на то время сейчас кажется уже нет ну вот она не могла никак на российскую федерацию напасть до меня маленькая грузия маленькая грузия там маленькая да и взяла и убила сто с лишним кажется наших миротворцев то есть логика уже не совпадает но опять же они это сделали а россия конечно же виновата во всем хотя это наших миротворцев тогда убили вот преподносится это все как будто мы виноваты хотя потом же должны были признаться что это они виноваты да все то что происходило в четырнадцатом году и в тринадцатом году в на 4404 если это европейское это хорошо если это как-то связано с россией это плохо даже если то что связано с европейской части полностью нарушает общество молчание да потом еще проведем олимпиаду который полностью с ног до головы обстирали на западе приведем футбол который такие балбеса ехать не по-другому назвать не могу как маккейн которого в в корее или во вьетнаме наши сбили но понятное дело хотя надо было а вот он пытался у нас футбол отобрать хотя америка это не особо футбольная такая страна вот ну в общем можно сказать то есть они пытаются сделать все чтобы нас очернить чтобы у нас что-то забрать чтобы это все вот по всем параметрам всегда но все равно у нас в стране есть люди которые им задницу лежит этот этот парадокс я я ну вот я я говорю вот я помню я помню и я еще вот буквально это недолгое время там был я помню хорошо вот еще один момент я просто хотел рассказать это был первый приезд путина первый приезд путина во францию тогда же это кстати в комментарии я тоже вот вчера написал это как раз тогда была вот история с каравказом вот как это преподносилось то есть это уже тогда преподносилось что там россия это агрессор там россия она там всех там чуть ли не геноцизм вот то есть вот в таком вот таком свете оно все преподносилось это уже тогда было ведь это не новость то это вот появилась буквально indicating Буквально совсем недавно. Нет, это уже было, это уже не одно десятилетие идет. И об этом можно говорить достаточно много. Это невозможно. Я не знаю, сколько нужно времени потратить, чтобы про это поговорить. Но хорошо, можно просто вот еще один пример привести быстренько. Программа переселения. Ну вот нужно им было, BBC, им нужно было как-то очернить вот эту программу переселения, которая у нас в Москве. Вот. А и было видно сравнение. То есть опять же, сделали видео, конечно же, снимали, то есть наложили специальный фильтр, чтобы выглядело все ужасно и так далее, и так далее. Специально делают, да? Музычку такую не самую хорошую, чтобы, понятно, чтобы эмоции у человека начали уже думать, а так это Россия, там смотрите, как там все плохо и страшно и так далее. И нашли какого-то одного человека или двух людей, которые сказали, в принципе, я не хочу переезжать, потому что, ну, я привыкла тут жить. Но они преподносили это как вот диктатор в России специально переселяет людей, хотя переселяет из, по-моему, Хрущева, которые вообще временное вроде бы как жилище было. Ну, может быть, я не правду. Вот. А переселяет в более новые, модерные, какие-то современные. И то им дают больше места, то есть квартиры больше, и они могут еще докупить, если хотят, то есть могут переселиться в более удобную квартиру. Но они нашли вот одного или двух человек и сразу пытались как-то преподнести, что вот как вот тираны, вот посмотрите, у нас в Англии все свободно, хорошо, хотя там и людей сажают за то, что они много больше, чуть ли не в 10 раз, за то, что они какие-то посты делают в интернете. Вот у нас старики помирают ежегодно от того, что они не могут обогреть свой дом. Но в России диктатура, они там бесплатно людей переселяют. Да, 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 это преподносится. То есть там вот есть люди, которые так и думают. Которые так и думают, что вот в России там диктатура, там чуть ли, я не знаю, чуть ли не на каждом углу там стоят КГБшники, там и чуть ли там, я не знаю. То есть там, ты ходишь там, ты дышишь по команде. Понимаешь? То есть вот они все делают так, чтобы создавалось именно вот такого. И есть люди, которые так и думают. Ну вот им как раз нужно отвечать. Говорят, да, ребята, вы правы, мне как раз по команде Путин говорит, дышите, не дышите, дышите, не дышите. И вот так мы всей страной сидим вот так вот, дышим, не дышим, дышим, не дышим. Кстати сказать, буквально вчера, буквально вчера я разговаривал с Францией, с Парижем. У меня знакомые есть до сих пор. Это последняя фишка. Это вот там женщина одна, она мне сказала, говорит, ты знаешь, что про Путина показали? Я говорю, нет, не знаю. Ну я же не смотрю это, я смотрю в Ютьюбе, то есть я не смотрю. Она просто на печи, она постоянно там смотрит эти новости. То есть Путин, это не Путин. И вообще там уже, это уже там 10, ему 10 этих пластических операций сделали. И вот там, то есть она мне, я говорю, ну это понятно. Но она понимает, она понимает, в принципе, что это, вот. Потому что многие понимают, что это вранье, я просто общаюсь, вот общаюсь, да. Вот, там есть неофициальные истории. Есть вот в Ютьюбе, там канал, например, радиосюд. Вот, освещают, они достаточно объективно освещают, то есть там приводят специалистов. Я вот, ну ради интереса я слушаю иногда. И многие французы, кстати, знают про это радио, вот. Потому что я общался, ну, спрашивал у них, он говорит, да, мы знаем, там они называют имя вот этого ведущего, там, Бирков. Я говорю, ну там не только он, я говорю, ну ладно, ну там есть другие, да, мы знаем. То есть они, они знают, то есть они знают, ну, то есть, как бы, ну, реальное положение дел. То есть они, вот, они понимают, что вот этот вот мейнстрим, который идет, то есть он просто, ну, как бы, все-таки подносит к такому-то живому свете. Ну, и они как раз начали это обсуждать, потому что в НАТ-404 какой-то там сотрудник, то ли Герашенко или еще кто-то, не помню, или по барабану вообще. Но кто-то из них, потому что Путин тогда приехал в Мариуполь, вот, и они сделали фотографию, сказали, вот, вот по этим пунктам это видно, что это не Путин, потому что он как-то отличается. Ты думаешь, ребят, вы серьезно, вы, ну, может быть, вы думаете, что люди настолько тупые, что они в это поверят, потому что даже в одном видео из разных ракурсов, да блин, можно взять три разные камеры, поставить на них три разные линзы, и обычный человек в той же одежде может выглядеть совершенно иначе. Вот, там еще, смотря как свет падает днем, ночью, да блин, смотря на каком кадре они вообще остановили, ну, само видео и сделали фотографию или скриншот этого видео, то есть отличаться человек может просто феноменально. Ну, они преподносят это как дублер, и в каком-то смысле, ну, даже если это как дублер президента, то есть президент страны, который сейчас ведет СВО, на которого уже были покушения, вот, это президент страны, которая по американской теории называется сердце мира, и они пытаются это сердце завоевать. Вы хотите, чтобы у этого человека не было каких-то определенных страховок? Серьезно, что ли? Ну, даже если это дублер, ну, и ладно, ну, и хорошо, ну, и пусть, потому что за нашу страну отвечает человек, на которого постоянно покушаются, и это правда. Ну, это мое мнение, может быть, не правда. Я просто могу сказать, есть люди, которые верят в то, что они хотят в них. Да. То есть вот, ну, им нравится вот так вот, то есть я говорю, я для себя, например, я для себя, то есть владея английским и французским языком, то есть я хочу, ну, для себя, ну, какую-то более объемную картинку мира и происходящих событий создать. Поэтому я смотрю очень много вещей на английском языке, на французском языке, на русском языке, на украинских каналах я подписан, ну, то есть там вот какие-то блоги украинские, то есть чтобы понять, ну, как бы события. Понимаешь? То есть если, и надо понимать, что, ну, как бы события, они, они отличаются от того, как мы это видим, и то, как мы верим, и то, как мы хотим это видеть. То есть они идут своим, скажем так, чередом, вот, и вне зависимости от того, как мы это хотим, или описываем, или еще как-то, или хотим верить, или хотим видеть, и так далее. Ну, вот тогда один последний, наверное, вопрос. Вот какой. В России вы, ты уже 14 лет, можно сказать, 14-й год пошел. Ты из Казахстана. Жил во Франции, был там в разных странах Европы. Вопрос. За эти 14 лет Россия и те города, в которых ты был в России, не улучшались, ухудшались, стагнация какая-то идет. Есть какие-то позитивные, может быть, отрицательные перемены в нашей стране, по твоему мнению? Субтитры сделал DimaTorzok